хоба привет с вами доктор влад у зеленского вчера марафон было у меня сейчас тоже марафон большой потому что очень много у меня новостей да плюс там еще в конце кое-что будет ну ладно вот зеленский как раз у меня тут нарисован почему-то в боксерской такой позе зеленский заявил о плане b по урегулированию конфликта в донбассе ну так что интересно об этом сообщи во время пресс-марафона пресс-марафон теперь называют который транслирует украинские телеканалы отмечается что детали плана президент раскрывать не стал ну ладно хорошо зеленский пообещал новости по теме тут дальше внизу это газета ru зеленский пообещал вернуть людей вместе с территориями в донбассе интересно ну ладно дальше зеленский заявил что ему не о чем говорить с российскими сми да правильно еще бы а ну тут это скобеева хотела прорваться этом в конце еще скажу он считает ее очень опасной очень опасной ну ладно правильно вообще-то считает украинцев информаторов джулиани по делу байдена арестовали стал известно об аресте двух иностранных граждан которые являлись информаторами адвоката президента сша дональда трампа рудольфа джулиани по делу экс-вице-президента сша джо байдена все поняли ну хорошо да уточняется что арестованными стали двое украинских граждан лев парнас и игорь фруман вот так вот у меня знакомый был фрумкин этот фруман отмечается что информаторы джулиани имели бизнес в штате флорида их арест произвели в сша кроме того они предстанут перед судом вирджинии в четверг 10 октября да вот они какие преподаватели сибирского филиала ран хикс пожаловались на низкие зарплаты вот так вот они также написали открыто обращение для сми в котором высказали недовольство работой директор института сергей сверчкова они также жалуются на высокую нагрузку и низкие зарплаты сам директор назвал зарплату одной из самых высоких новосибирских что такое ран хикс а я вам сейчас скажу что такое ран хикс ран хикс это российская академия народного хозяйства государственная служба при президенте российской федерации при президенте и даже жалуются ну вот так инспектор дпс петербурге получил три года колонии за взятку от националистов вячеслава дацик а есть какой-то дацик время от времени про него говорят и вот жена его ехала пьяная но без водительских прав за рулем вот инспектор подложил отпустить ее без составления протокола за 30 тысяч рублей дацик передал ему деньги видимо он рядом что ли там сидел не знаю служебном автомобиле полицейский признал свою вину но даже интересно так и британская рок-группа смоки не смогла сегодня выступить в екатеринбурге из-за чп в аэропорту кольцово кстати это кольцово теперь будет по-другому как называться я не написали я запамятовал но не прилетели до смоки а чё они поют они уже они дедушки они старше меня поют ну ладно если могут почему я тоже пою я тоже дедушек тоже пою но я не смог не смог не смоги ладно анекдот вспомнил он неприличный смог беримар поздравляю сэр в москве второй день подряд зафиксированы 9-балльные пробки а не знаю чем это связано по данным сервиса яндекс пробки движение затруднено прочее практически во всем центре в пресс-службе центр организации дорожного движения объясняет от плохой погодой и дорожными работами на отдельных магистралях плитку что теперь кладут уже на магистралях плитку весело так на гиперзвуке мимо нобеля это серпом по телеграм-канал идет к развязке дело объявления нобелевских лауреатов ни одного имени россиянина путинские режимы наука несовместимы да это правильно когда за мир может быть дадут за создание лугандонии и деятельность пригожинских наемников в африке да так представитель госсовета куба мигель диас-канель избран президентом страны ему что-то 60 где-то около 60 лет за него проголосовало большинство депутатов парламента а там если не проголосуешь расстрел сразу всего на этот пост претендовали 17 человек но это не играет а показывает у нас демократия у нас демократия конституция ограничивает его пребывания на этом посту сроками двумя сроками по пять лет да сделают два срока по 50 лет чё там господи господи куба куба срамота турция ответила на угрозу трампа из-за военной операции в сирии а как они ответили т 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 как то ведь они ответили ранее американский лидер пригрозил разрушить турецкую экономику а вот анкара не изменит свою политику после угроз со стороны президента ша дональда трампа заявил глава мид турция мевлюд чаву шоглу а почему не оглы чаву шоглу но наверное оглу как оглы да что-то в этом роде милые ругаются только как-то милые бронятся только тешится самым большим бизнес-центром москве оказалась хрущевка короче московской пятиэтажки зарегистрированы свыше 1 тысячи юрлиц выяснил такском это втрое больше чем небоскребе империи москва-сити большинство юрлиц из хрущевки уже ликвидированы или вскоре будет вот в общем да нашли такой какой-то дом проспект вернадского 24 и там регистрируют всех кому не лень и зарабатывают на этом ох 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 вот это да миллионы на этом зарабатывают регистрация тысячи фирм приходит приносит не менее 39 миллионов рублей кошмар да вот вернадского 24 хрущевка так зеленский допустил выход киева из минских соглашений там у него много ну прикиньте сколько часов он там был 15 часов мне там в конце ездит президент украины вадим зеленский заявил что в случае непринятия закона об особом статусе донбасса с включением в него формула штанмайра стране придется выйти из минского формата урегулирование конфликта в регионе это не просто это не просто ладно самолет экстренно сел в ростове-на-дону из-за пассажира с пистолетом как в ростове-на-дону я первый раз попал в тюрьму я чего-то не понял отмечается рейс москва-бургас совершил внепланную посадку после того как пассажир сообщил стюардессе что забыл сдать травматический пистолет ну и чё ну держи в кармане пилот принял решение посадить самолет в ростове-на-дону но это перебдеть называется честное слово пассажир был доставлен дежурной части выяснилось что у него есть лицензия на хранение оружия за нарушение требований безопасности был составлен протокол об административном нарушении а зачем признавался то чудно ну ладно может кто объяснит вы на служащий потерявший пушку в ингушетии заплатит 25 миллионов рублей да в нальчике слетела с него пушка самоходная артиллерийская установка и ремонту не подлежит он ехал на машине на нерегулируемом перекрестке круги даже в ингушском городе магасе при резком торможении плохо закрепленная самоходка опрокинулась на проезжую часть вот надо же такой 25 миллионов где он их найдет интересно главное решить депутат госдумы ирина роднина считает что ее коллега инга юмашева сама несет ответственность за инцидент в нью-йорке тут вообще интересно ребята с ума сойти на прошлой неделе юмашеву задержали допросили сотрудники фбр рассказывал да и ирина роднина сказала что в последнее время у нижней палаты парламента не было ни одной официальной поездки а говорили что на какую-то конференцию да если юмашева поехала по туристической визе оформила как командировку и следовало знать правила въезда пояснила член фракции единой россии иначе подобные действия вызывают проблемы на таможне вот это да интересно да журничать а вот еще теперь вот после нее по поездке в сша депутатов госдумы будут приостановлены ну вот так хорошо ладно депутат так это я уже было в россии работают на технологии перелетов между удаленными городами через космос ребят вообще это это очень хорошее дело но не думаю что суборбитальный смысл такой что за час из австралии в европу понимаете то есть раз в космос да а там же быстро можно лететь потому что безвоздушное пространство без ограничения скорости практически вот а потом нырк опять и уже ты на дальнем востоке или где-то еще но не знаю в америке тоже над этим работают илон маск также говорил что предназначенную для полетов к марсу перспективную тяжелую ракету можно использовать и для перелетов по земле добираясь из австралии в европу за 50 минут интересно но это будет когда-то но не скоро а уж в россии то в киеве уже 12 часов продолжается пресс-марафон президента украины владимира зеленского нифига себе одна группа журналистов сменяла другую за большим столом с президентом во главе ухты много да он там сидел долго пенс одобрил публикацию стенограмм своих разговоров зеленским ну вот еще один прокололся ладно посмотрим только ничего хорошего за этого не будет для трампа имею ввиду мигранты блокировали мост на границе мексики и сша им не нравится никак они не дождутся гуманитарного убежища на территории сша нам нужна работа чтобы поставить детей на ноги поддержкой средств к существованию мы измуждены с нами больные старики и дети вот они туда пришли с больными стариками детьми теперь сидят на мосту возьмите нас ну так не комментирую ребят водители проверить на хронический алкоголизм это вообще-то будет супер проверка каждого водителя да если учесть что в россии 99,9 процента вообще всего населения алкоголики да вот то что теперь будет с водителями я не знаю потому что будут специальный тест на определение в крови карбогидрат дефицитного трансферина и так далее это стоит много тысяч рублей я уверен что у каждого россиянина найдут такой карбогидратный трансферин и и на наркотики будут проверять и вообще на на все что угодно но и найдут конечно ну или вот как тут в конце написано как тут в конце написано ситуации с наркоманами за рулем этот приказ не изменит читает адвокат движения свободы выбора сергей радько наркоманы со стажем наверняка уже стоят на учете и справки они все равно не получат те же кто употребляет периодически перед сдачей анализ может какое-то время воздержаться от употребления при этом совершенно ясно что черный рынок тут же отреагирует на приказ массовым предложением по оказанию соответствующих услуг по чистым анализам но будут мочу предлагать баночки да господи были проблемы да так в саратове задержан подозреваемый в убийстве девятилетний лиза киселева я вчера вам говорил что ищу да нашли тело в одном из гаражей нашли подозреваемого и так далее он задушил лизу со злости она ему грубо ответила показал где спрятал тело и там саратове вот тут вот ночь как раз да вообще хотели устроить самосуд и вот тут целая толпа разырена к этим гаражам пришла но кое-как кое-как от этой толпы отбились да ужасно ужасно раскачество нашло нарушение во всех пивных напитков ну то есть пиво ребята пиво все разбавлено мочой ну или чем-то еще на японию движется мощнейший за последние 60 лет тайфун надо же это я даже не слышал ну там дальше посмотрим ребят уже много у меня еще это только начало так зеленский озвонков путину с меня корона не упадет ну правильно молодец он хорошо сказал он сам инициировал начало диалог с москвой правильно правильно молодец молодец окна до москве задержали подозреваемого выводе за границу миллиарда рублей но так вот взяла и вывела ночью 34 лет не женщин молодец мы и задержали пресс-марафон зеленского продлился 14 часов ответил на более 500 на более 500 вопросов а более как пяти сотен что ли ну много короче так то пропагандистка путина хотела прорваться на пресс-марафон зеленского всплыли интересные детали это мне сегодня уже прислали в офисе президент украины отказали в аккредитации на пресс-марафон с президентом владимир зеленским российской пропагандистки ольги скобеевой и деликатной форме отказали в целом во въезде в страну сказали что она сюда ехать не сможет я на нее когда смотрю я так вот здрагиваю сразу так здрагиваю а слушать я ее вообще даже не слушал боюсь слушать вообще в обморок упаду так ребят все у меня с новостями все 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 теперь несколько просто фотографии у меня тут вчера перед домом двое решили перекусить вот ну такой типа маленький обеденный перерыв я на видео снимать не стал просто несколько фотографий чуть-чуть это раз во вторых наша елена барабаш песню поет песня душа все душа дитя вселенной была какая-то песня любовь и дитя планеты но это совсем не то это просто похоже название вот и сегодня опа грудинка вафельницы для доктора влада посмотрите очень интересный ролик и прислушайтесь какой интересный разговор азербайджанский а с этим разговором уже уже двенадцать лет живу всего хорошего до свидания у меня жена из смысле и у нее когда приезжает сюда родня там и знакомый ой вот этот вот точно такой разговор всего хорошего до свидания доктор у вас с вами пока спасибо Продолжение следует... Продолжение следует... Зародилась жизнь твоя в спектре разноцветия Солнца и луны любви космических лучей Согревших эту землю, распустив соцветия Соединив одной мечтой двух любящих людей Став творением высших сил миров далеких И потомкам их скитаясь на земле Чем наполнишь душу в их заветах строгих Биться силой тьмы, не поддаваться мгле Вольные тернистые для тебя открыты Дивные дороги и различные пути Путник растерялся, смутные тревоги На волю словно птицу не бойся, отпусти Что возьмешь с собой в далекие пространства Счастье рюкзачок или каменный мешок И заменишь ли алмазы и богатство На добро, любовь и юморной стишок От себя не скроешься за чужими спинами Прятаться нет смысла, крылья расправляй Даже коль дорога над пропастью нависла Блестящей яркой звездочкой не бойся, засияй Пусть тернист не легок к вечности вселенной Путь земной души, ступень к мирам иным Тело форма с маской оболочки бренной Сколько масок одевать, решать самим Будет ли душа твоя в других мирах бесценна Таинство рождения, таинство пути А лучной будет миссия или роль блаженной Хвалебным или проклятым с дистанции сойти Хаотично пробежав земную дальность Остановишься подумать Жизнь и суть понять Для чего душа закована в реальность И как миссию без страха воспринять Для чего душа закована в реальность И как миссию без страха воспринять Всем доброго дня! Вы на канале Бакинские помидоры Сегодня я вам буду рассказывать о двух вещах И покажу Вот об этой штуке Ну это вообще известно И вот об этой замечательной вещи Это наверняка у каждого есть У многих во всяком случае Кто родом из Советского Союза Есть такая штука Называлась она вафельница Я уже о ней рассказывал И здесь сегодня мы будем готовить Стейк куриный Я не буду вам рассказывать Как я порезал грудинку Как я ее замариновал У каждого свои вкусы Каждый по своему делая Свои приоритеты Здесь важны несколько моментов Во-первых Если вы по-настоящему любитель мяса Как я И любитель жареного Как я То обзаведитесь Или такой вещью Можно купить я думаю на балашином рынке Или Купите гриль Главная задача любого кулинара Сохранить соки И вот сейчас мы будем этим и заниматься Я отмариновал грудинку Одну вот эту Толстенькую Я отбил вот с помощью вот этого Несколько раз Не видно Но Поверьте И по своему вкусу ее замариновал Подсолнечное масло Обязательно Соль Перец И все Больше ничего Такого сверху естественно Поверхность не смазываю Можно и смазать при желании Прямо вот этим маринадом Немножко И верхнюю часть Немножко И все Кладем Вот Толстой частью В нашу сторону Тонкой частью Туда И закрываем И все Кряпочка Вытираем Руки И Буквально Все Онлайн Обратите внимание Здесь У меня еще есть Вот такие Вот Под грудинкой У каждой Такой маленькой Как бы грудинка Это самое вкусное Это давайте Или Детям Маленьким совсем Или Старикам без зубов Очень вкусное Вот 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 Обратите внимание Сколько времени Я не засек Можно Сделать Вот Термометром Давайте Воткнем термометр Вот очень удобно Воткнули термометр И Смотрим Сейчас нам подойдет Наверное Наш оператор Да Да И Возьмет камеру И снимет Температуру Какая температура Сейчас мы Поможем камеру Снять Это снимается Вот так Вот Обратите внимание Уже температура Поднялась Под 60 градусов Да Да Где-то 60 градусов Угу Видно Угу Видно Видно Ну я Не люблю Слишком Обжаренный Хотя Можно По большому счету Это уже готово Я так думаю Берем лопаточку Вот Открываем Обратите внимание В каком состоянии Грузинка Берем вилочку нашу Вот И Снимаем Вот так Но перед этим Берем лаваш Вот лаваш всегда должен быть Закрытый В кульке На нашу супер тарелочку Деревянную Открываем пару лавашов Поверьте Камера выключилась Но все Слово онлайн режим Буквально Вот прошло Ну максимум Сколько Две минуты Да И сейчас давайте Проверим Как приготовилась При этом Ну я сразу поставлю это Скотч Мы еще с вами не кушали А ты уже здесь и это Ты не вовремя скотч Это закрываем После прогревается И не вовремя Очень так не Вот Берем нож И вот Режем сначала Эту Режем Обратите внимание Насколько получилось сочный Вот Вот течет сок Прямо видно Давайте толстую Полежим Чуть-чуть сырое Но оно Светлое Оно не сырое Оно не сырое Оно Вот если оно полежит Смотрите Как сок течет Белый Не красный Никакой Белый сок И поэтому Когда вы готовите грудинку Не готовьте его Больше двух минут Ни в коем случае Вот посмотрите Какая сочная грудинка Вот Просто присяк Смотрите Сок течет Видите Притом Эту грудинку Я пробивал Давайте такой же толщины Попробую вот эту Это я не пробивал ее Вот Тоже прекрасно Очень Друзья мои Я вам скажу честно Можете верить Можете верить Можете не верить Никакой разницы нет Абсолютно Так что можно Эту фигню Не покупать Или Для гостей Для людей Сказать Знаешь какой У меня устройство есть Как в интернете говорят Просто супер Так Кладем Вот Естественно Большая часть Меня Вот Поперчим их Поставим И положим Ммм Просто прекрасно Так Самое главное забыл Друзья мои Обязательно Кушайте Я сейчас Конечно Немножко волнуюсь Речь у меня Нервная Немножко И Обязательно Надо Сделать Зелень Обязательно Это во первых Красиво Да И еще одно Один момент Где моя кисточка Вот моя кисточка Нужно было Смазать Баденджан Он любит масло Он пропитывается маслом Вот Вот так Жареные Баденджаны Это Тоже хорошая история Все Это готово Обратите внимание Какая прелесть Все Это у нас готово Вот так Еще мы положим сюда Перчики Ну что делать Я люблю острое Вот Сними Вот эти перчики Пускай перчики тоже жарятся И Наверное эти Баденджаны целиком Прямо Я все помыл Нель Так что Не беспокойся Я не переживаю Я знаю Что ты всегда переживаешь Вот так О Баденджан тоже уже Практически готово Все И закрываем Все Теперь Мы Должны Обязательно Поднять Тост За наших близких Чтобы Я вообще не люблю Честно говоря Пробовать Когда пробовать На камеру Сидят Может кто-то Еще не обедал Ну а я Закуску сделаю Здесь все бюджетно Друзья мои Ничего дорогого нету За вас Скотч Ты даже не покушишь Давай Может он выпить хочет Рано ему Ты еще не совершеннолетний Баденджаны Готовы Баденджаны Отлично Поджарились Смотрите Они мягкие Это мои Белые Баденджаны Это не Или вы называете их синенькими Некоторые э dropped Но это диалета Но это Именно «Теба», дочона Многие говорят Это баклажаны Вот Просто Такой сорт d Давай еще Извини Да Ну Дело Выбора То Взрывы один взорвался и второй крупным планом покажи его смотри как взорвался хоть что-то молчит на гром он сразу реагирует вот ну второй тост я пью за супругу у нас так принято в доме традиция да такая поэтому неля за тебя дай бог тебе здоровья всегда нас снимала вместе со скотчем с удовольствием это это вообще супер а